Здравствуйте! Вы смотрите канал Сад для Души. С января месяца искушают нас магазины, садовые центры предложениями саженцев, роз, древовидных пионов, гортензий, кустарников, до чего только не предлагают. Не выдерживает сердце садовода и, конечно, мы их приобретаем. А теперь главное их сохранить. Сегодня расскажу о том, как сохранить розы в коробке, но на этом же примере вы также сохраните все остальные саженцы и декоративные кустарники. Исключение – это древовидный пион. Сюжет о том, что с ним делать, я прикреплю к этому сюжету. Итак, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий сюжет о том, что делать с купленными сейчас и ранее лилиями, георгинами, лилейниками и другими многолетниками. Буду рассказывать о том, какие следует купить, от покупки которых следует воздержаться. Итак, у меня две розы. Вот они, розы в коробке. Что интересно, с февраля месяца сначала они у меня приобретены и лежат в холодильнике. Вот эта роза уже начала расти. У меня, честно говоря, первый случай такой. Обычно розы ведут себя скромнее и сантиметра на полтора увеличиваются у них почки за все время, пока они у меня находятся в прохладе. Вот хочу сказать вам о том, что в этом году, может быть и раньше были, но я только в этом году обратила внимание, что фирма Аэлита предлагает свои саженцы. И они намного лучше тех, что находятся в Леруа и других гипермаркетах. Качество супер. А нашла я этот саженец, увидела его, когда ехала с дачи в Дмитрове гипермаркет Карусель. Вот там они продавались. Кстати, и вот на этом примере я вам хочу показать то, каким должен быть саженец розы. Посмотрите. У него вот здесь две прививки. То есть не одна идет, а бывает вообще один ствол. И все, вот такие не надо брать. Посмотрите, сколько у него стволов идет. Не считая того, что вот здесь две прививки. И посмотрите, вот с начала февраля лежит, но чуть-чуть вот почечки выдвинулись. А так совершенно в хорошем виде. И так он у меня долежит до апреля. Кстати, не приключайтесь, и я вам расскажу о том, почему не стоит такие саженцы высаживать в землю и в большие горшки, как делают многие. Итак, что мы сделаем вот с таким саженцем? В общем-то ничего. Он находится в такой коробке, и это отлично. В коробочке и в холодильнике. Кладу его в холодильник. Кстати, если есть возможность, не кладите на дверцу, там все-таки теплее. Кладите на полку в холодильник. И смотрите, чтобы не прикасался к стенке, хотя бы сантиметр был между стенкой и саженцем. Иначе здорово примерзает. Если вы приобрели саженцы без коробки, как мы с осени заказывали, и сейчас торговые садовые центры нам будут их выдавать, то берем саженец вот такой вот. Если он с такими же почками, практически не проснувшимися. И упаковываем вот в такую оберточную бумагу. Также оставляю, как и вот в коробке, вверх свободным. Вот, посмотрите. Вверх вот такой свободный. Все закатали в рулончик, снизу закрыли и также положили в холодильник. Да, вот место в холодильнике может у меня не найтись для супа, колбасы и прочих продуктов, но розы там быть обязаны. Если вдруг домочадцы вас не пускают в холодильник, как многие говорят, знаете, а вот там же земля, а как же я потом буду есть? Ну, я отвечаю, что ну, землю-то есть не надо. Есть надо продукты. Поэтому, в принципе, ничего страшного, если у вас там в бумаге полежат саженцы. Если холодильник не резиновый, все не влезло или нет возможности положить, положите пока на балкон, на пол балкона. Также оберните бумагой, но убедитесь, что там у вас все-таки не минус, что там ноль и легкий плюс. Ни в коем случае не на солнце, только на пол. Еще один способ, что можно делать вот с такими саженцами. Это мне рассказали о садоводах, которые тоже успешно их хранят. Вот сауна. Если у вас есть на даче хорошие, качественные сауны, и там есть парилка, возьмите коробку картонную, сложите туда все богатство, которое вы приобрели, и накройте сверху либо какой-нибудь простынкой, но не одеялом, либо просто бумагой. И поставьте на пол в сауну. Окно закройте, если выходит на улице, бумагой, чтобы солнечный свет не проникал. И садоводы рассказывают, что там очень долго держится нулевая или низкие положительные температуры. Конечно, до начала лета держаться у вас там ноль не будет, но до конца апреля, в принципе, саженцы там очень хорошо хранятся, гладиолусы и георгены также. Итак, вот смотрите, что я буду. С этим мы разобрались. То есть здесь работает логика. Вот приобрели мы саженец, а дальше мы думаем, что делают его собратья сейчас. А собратья вот этой розы благополучно сейчас спят в нашем саду. И наша задача, все приобретенные саженцы, додержать в таких же условиях до того момента, пока не начнется настоящая весна и не начнут пробуждаться почки. То есть вот эти розы у меня обычно хранятся до 25-30 апреля, когда я их высаживаю. Высаживаю я их, как только начинает копаться земля. Вот на что и клопаты можно выкопать, все, пора сажать. Не тяните. До 10 мая, если успели посадить, очень хорошо принимаются такие розы. Позднее начинает уже солнце печь, им тяжело, и хуже они принимаются. Поэтому, когда мы держим в холодильнике вот эти розы до момента посадки, у них естественный природный цикл. То есть они находятся в состоянии покоя, так же, как и все остальные розы в наших садах. И когда мы их высаживаем, у них нет никакого стресса. Они тут же попадают в один природный ритм со своими собратьями и так же начинают расти и превращаются в сильные кусты. Поэтому лучший вариант это держать все в холодильнике. То есть в согласии с природой сейчас до момента посадки. Итак, что делать? Вот смотрите, у меня вот такая роза, хотя приобретала я их одновременно. Это у нас питомник Кутепова. Ну, здесь написано, что сорт русская красавица. Не нравится мне, что все-таки вот тут даны на выбор три вида розы, и не факт, что русская красавица, да, является, совпадает с картинкой одной из них. То есть неизвестно, какой будет вообще сорт. Вот, смотрите, вот я ее сейчас вытащу. Вот первое желание садовода, когда вы видите такую розу, это высадить ее в горшок. Сейчас расскажу, почему это делать не стоит. Вот это растение, когда мы его высаживаем в горшок, кстати, почему-то хотят высадить в большую емкость именно. Это плохо. Корни закисают, они еще не работают, они еще не появились. Вот этот вот саженец, как только вы его высадите в горшок, он, конечно, начнет расти, вот эти вот почки, все это будет расти, зеленеть, с клематисами вот так поступают и так далее. Но очень быстро наступает расплата. Листики начинают вянуть, и саженец увядает. Почему это происходит? Когда мы сажаем и ставим в тепло, а некоторые вообще на солнце ставят, на южное окно, ну, чтобы посветлее саженцу было, этого делать нельзя. В природе сначала корни пробуждаются, и начинают работать, поставляя питательные вещества к побегам, к листьям. Когда мы его высаживаем, вот сейчас в горшок, а многие еще в начале февраля посадили, у нас начинают сначала вегетировать листья. Корни не работают. И вот эти листья и побеги растут за счет соков, которые этот несчастный саженец сохранил за прошлый сезон, когда он был в питомнике. И как только он израсходует все вещества, начнется его естественная гибель. Да, многие седоводы мне скажут, а я вот каждый год высаживаю в горшке, ставлю на балкон, а еще и цвести им дают в этом году, вот вообще мрак. И у меня все хорошо получается. Да, возможно, но все же этот саженец не будет таким сильным, как тот, который пролежал в холодильнике. Смотрите, вы его вот сейчас высадили, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Это 7 месяцев наше растение вегетирует, в то время, как его собратья начинают вегетировать только с конца апреля. То есть на 2 месяца больше он работает, в то время, как другие розы отдыхают. Это плохо сказывается. Он к зимовке выйдет у вас ослабленным. Даже если в следующем году он подаст признаки жизни и даже вдруг от чуда зацветет, то через год при первой неблагополучной зиме такие саженцы выпадают. Поэтому холод и еще раз холод. Смотрите, что я делаю. Я этот побег просто отрежу у самого-самого основания. Все. Это тоже, конечно, не есть хорошо, но тем не менее, я его обрезала, чтобы не ослаблять розу, наш саженец, потому что он питает вот это вот, благодаря, говорю, на накопленном ранее питательным веществам. Он их расходует. Мне это не нужно. Вот эти побеги у меня, да, остались. Вы тоже скажете, а как же с ними быть? Я их, они, конечно, будут еще расти, также отрежу у основания перед самой посадкой. Не бойтесь этого делать, потому что я вот вижу вот здесь, вот видите, вот такое утолщение. Это не шип. Вот я вот так вот покажу. Вот такое. Это будет почка. Она обязательно пробудится, когда я уберу вот эти. Если бы я вот это оставила, это и высадила бы. Это было похоже на вьюн. То есть это совершенно, ну, незачем просто вот это делать. Поэтому я обрезала. Снова сейчас положу в коробку и отправлю в холодильник. Может быть, через недели-три я избавлюсь и от этого побега. Но я планирую эти розы додержать до посадки в холодильнике, как бы там ни было. А, кстати, высаживать тоже будем вместе. Буду все показывать, в чем обрабатывать, в чем замачивать и как сажать. Единственное, что вот здесь у меня терзают сомнения, что здесь очень мало почвы, торфа, да, обычно в торфа немножечко торфа добавляют. Или, может быть, его совсем нету. Поэтому, если у вас тоже такие сомнения, может быть, вообще меньше, может быть, вот вообще, знаете, 3 сантиметра вот эту тубу делают диаметром, одни корни в пакет кладут. Тогда вы разверните и просто добавьте торфа или мох с фагном, у кого есть. Корни здесь могут быть узлом завязаны, могут быть сложены в три погибели. Вы ничего сейчас не обрезайте, это все сделаем при посадке. Просто добавьте, чтобы корни не высыхали, торф или моха, такой сохраняющий влажность материал. И также в пищевую пленку замотайте и положите в холодильник. Что делать, если вот нужно высадить все, а других вариантов нет? Здесь тоже есть свои секреты. Высаживайте, но не берите большую емкость. Вот достаточно, если вы вот сантиметров на 2 в диаметре, побольше возьмете горшочек. Корни тогда обрежьте на месте сгиба, если он есть. Замочите на полдня в растворе гумата натрия полностью весь саженец вместе с корнями, с листьями, со стеблями. Вот так вот положите его в какую-то такую продолговатую емкость. И высаживайте. Вот это место, прививку, мы при посадке ее, конечно, заглубим на 5-8 сантиметров. Но если у вас сейчас нет подходящего по длине горшка, можно не заглублять. Главное это сделать при посадке. Потом высадили. Не ставьте вы его на свет. Поставьте на пол балкона. Нет балкона, поставьте самое прохладное место. Например, если у вас комната с северными окнами, на пол поставьте. Там, где есть хоть малейший сквознячок, чтобы сначала заработали корни. Должны появиться белые всасывающие корешочки. Только потом переставляйте на свет. Я же, например, никогда даже до мая не ставлю вот такие приобретенные лилейники или розы, вот если нужно высадить, не ставлю на солнце. У меня всегда на балконе, на полу они стоят. В полутеме, так сказать, да? В полутеме. И прямые солнечные лучи на них не падают, они наращивают корневую систему. Вот все, что я вам хотела рассказать о том, как сохранить эти саженца. В следующих выпусках я вам расскажу о других многолетниках, которые, я думаю, вы также приобрели. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. С вами была Светлана Самойлова. Пока!